День, я выключу свет. 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 Господь наш, молим тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами. Благослови наше собрание. Благослови нас, Господи, молитвами всех святых земля русской просиявших. Тебе слава, Слава им, Отцу и Сыну и Святому Духу, веки веков. Аминь. Аминь. Успокойтесь, слушаем бабочку. Замолчание, подожди. Отец Парфейн, Ахимандрид Парфейн. Парфейн, она запомнит. Ахимандрид Парфейн. Он уже у нас? Конечно, это было... Ну, когда было 1978 год, было 1992 год. Ну, я-то поздравляю тебя. Не мозг просто. Не мозг просто. Однажды получился такой у нас случай, и я тут же получил наказание. Я как бы посмеялся над ним. А было это в Тобольске, а владыка Максим его как-то почитал. И всегда его возьмет, чтобы он возглавлял службу старшим. Ну, его там под руки поддерживают, по деканах, чтобы он там где-то поднимался, допускался, что он уже не мышной был. Вот. И были в Тобольске, служили. Ну, и он, Архимандрид Парфейн должен служить в Митре. Ну, у него Митре-то нет, это такая шапка красивая, камнями были. Ну, дали ему Владыкину Митру, надели. А Владыка, наверное, 62-й размер. Да, а он-то такой, у него небольшой рост был. Ну, его надели, она ему до подбородка, так. Ну, он выдержит, и рукой-то она. А я отслужил раннюю литургию. С 7 часов я отслужил, так было назначено. И я уже, как бы, свободнее, я в алтаре так стою. Я когда увидел это, я засмеялся. Смешно до того, это было, как он. И протодиакон Анатолий тоже. Ему якиню говорить, а он рукой рот затыкает, чтобы не засмеяться-то как-то. Ну, посмеялся. Ну, такой, ну, смех еще был. Ну, смешно, как он это наделал, но он так закрыл до сих пор. Ну, ладно, прошло немного времени. Служба-то идет, друг протодиакон забегает в алтарь. Так, быстро одевай филотик. Итак, отец, подойдет, я же ранен. Говорю, надевай быстрее, границу, пошли. А владыка Максим решил меня наградить камилавкой. Это шапка такая, круглая шапка. Спецшапка. Шапка, да, камилавка называется. Вот. Ну, и протодиака меня выводит туда, уже на середине архиерея-то стоит, все священники стоят передо мной. И меня выводит, он проводит к архиерею. Архиерей читает там за, ну, там, за какие-то заслуги, за труды, награждается такой-то камилавкой. Ну, а у меня-то нет, я же не приготовил или не готовил. Он снимается отца Андрея, рядом стоял с ним, отец Андрей, брат протодиакона. А у отца Андрея тоже, наверное, на 62-й размер. И мне камилавку, да, ночевать так, она мне тащит на. Вы знаете, мне как сразу стало, я думаю, вот, надо же, только что я над отцом Парфением-то посмеялся. Господь отместку. И тут же сразу, ну, благо, что мне-то не служить, меня только на деле, там, поклонился, я ее держу так рукой-то, и мне нельзя, вот, что мне, вот, настолько со всех сторон-то еще. И меня, я ушел вот так, но потом, я уже говорю, протодиакон, это, потому, как я, в Парфене-то сказал, прости меня, отче, я вот так и так, это. А вот такой голосок был, ну, вот, даже не знаю, какой-то у меня детский голосок, так он еле-еле говорил. Ну, вот такое было. Парфением звали, Архимедель Парфением. Так, ну, что рассказать вам, у нас праздник был, воскресенье. Да. Пости были. Вечером приехали, были отец Филарет со Знаменского монастыря, и отец Дионисий. Антонио Великого, там где-то на... Печерского. А? Антонио Печерского. Ну, да, Антонио Печерского, там. Антонио Печерского, значит. Они вечером приехали, были, значит, за вечерним богослужением, служили. Вот. А утром воскресенья ко мне приехали из Тюмени двое протеерей Николай и протодиакон Сергий Бурдин. Вот, я их давно знаю, отец Николай еще был пацаном, когда я в Тюмени служил, он 15 лет, он все, в церковь прибегал, там, это, от отца убегал, отец его закрывал где в кладовке, а он выставит окошко и все равно убежит в храм. Ну, а сейчас он уже протеерей такой, да, соусмертный. И протодиакон. А утром приехали еще, значит, приехал отец Дмитрий из Покровского и дьякон Владимир Черных, архиерейский, протодиакон. Высокий, который... Да, протодиакон Владимир. Он бывший военный летчик, закончил летное училище, он Игнатия-то знает, как Игнатий ходил тогда в училище. В летное, ну, он сказал. Ну, он везде, во всех храмах. С архиереем, слушайте, архиерея, он архиерейский протодиакон. Да, внешне. Вот, а батюшка этот, отец Дмитрий, он больше Покровском, он регентуется, он, как бы, главный регент. Тоже давно уже, наверное, лет 15 уж точно. Ну, они приехали утром, ну, у них машина плохая, скажем, плохая, ну, по нашим дорогам плохая. По асфальту-то она хорошая. Ну, я позвонил, у нас знакомый, хороший друг, подстепная, вот, Евгений Алексеевич, долгих, фермер. Я говорю, звоню ему, Женя, там, как, вот, у нас, бать. Да, да, пускай подъезжает, позвонит, я их привезу, он там машину оставит. И он, правда, у него джип такой, это, старик. По вашим дорогам нормальный. Да, нормальный. Он их, они там машину оставили, он их привез, вот, тоже фермер. Но у него земли ровно даже в 20 с лишним раз больше, чем у барабаша обрабатывали. У барабаша 300 гектаров, у него 6700 гектаров. Вот, ну, добро, он помогает там. Как-то Игнатий Тихонович, это было, Игнатий Тихонович ему говорит, Женя, у тебя сколько, да, вот, 6 у меня там, с половиной было, это. Ну, вот, если вот гектар, у тебя в этом году, вот, один гектар не родит, ты сильно пострадаешь? Он, в общем-то, да нет, говорит, это незаметно будет. Слушай, ты мне, говорит, один гектар дай для голубей. Прошу это. А зачем он? Все голубей. Все, что там соберет, будет любят. За того гектара сколько соберет? Пшеница. С одного гектара соберет, 20 центров, то есть 2 тонны зерна. Да. Объедяется. Ну, он далеко сказал, да, Игнатий Тихонович, ну, сколько скажете, столько привезу, все, что, какой разговор, он такой интересный, такой полный, так это. Ну, живой, ну, что молодой, ему, я не знаю, там, что, 50-то лет есть ему, да. Не, 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 не. Около 50-ти. Вот были гости. Нас служило 7 человек, 5 священников и 2 протодиакона. Говорит хорошо. Ну, а кто в гости приезжал? Оля, это Викторова сестра была. Кто у нас? Костя был с молодым человеком. Вот, раньше, может быть, и знал, вот сейчас я его не видел. Вот, ко мне не подошел, молодой человек. Не подошел? Нет. Я видел, так проходит где-то. Вы его крестили? Ну. Причащали? Нет, подошел, по это, пообщались бы, может быть, нет, не подошел. Ну, вот так служба прошла, хорошо, я там высадку сделал в этом, в зале разложил все фотографии, старые документы. С района, с районной газеты была корреспондент, вот Лилия ее звать. Очень такая, все, она конспектировалась, все, там вопросы мне задали, главное вопросы у меня. На каком положении у вас находятся женщины? Да. Ну, на каком, Бог определил, как. Некоторые положения. На каком положении. Да, но, то есть, не угнетаем ли мы их там? Да, мамонит, не женились. Вожжами опаснями наказывают? Да, женщины занимаются. Ну, я говорю, ну, чем женщины занимаются? Ну, дети, детей рожают, детей, значит, с детьями занимаются. Воспитывают. Воспитывают. Свои, при заднем участке. Музей, конечно. Вот, ну, хозяйство, домашнее. А как вот вы их, это, там, вроде бы, там одеваете? А, одеваю, у нас, говорю, у нас просто устав, говорю, у нас. Как вы их одеваетесь? Так, если, в общественном месте, она должна быть в платочке, там, это где-то. То, что форма, ее сразу одели, там, в платочке, там, я и юбку нашла, Лена, там, есть, она красивая. Куча вопросов у них сразу. Она такая высокая, сама, она еще молодая, так, лет 30, там, с ней больше. Потом, когда у нас было уже, как это, там, собрание, это небольшое, там, я сказал, кратко историю восстановления, выступил этот, Женя Долгихто, выступил о том. Долгов. Долгов-то, да, что, ну, как, трудно, хотя, ну, все равно, я, говорит, просто, говорит, смотрю на вас, там, и как-то у меня, вроде, силы прибавляются, что, еще нет, на голом месте, стали что-то строиться, что-то делаете, живете, сами себя кормите, еще что-то и в город, говорит, отводят, и городских кормите, значит. Так он, это, пример приводил работникам своим вас. Ну, да, ну, там, я не знаю, что здесь он сказал так слово, хорошо он сказал. Ну, здесь он, да, в конце там сказал. Ну, после, когда крест дали, то Филарет зачитал послание от владыки Сергия, от митрополита. Он сам не смог, он, у него была там делегация, он сопровождает делегацию на Афон, поэтому он, у нас в воскресенье, он где-то во вторник, в среду уже уйдет на Афон, поэтому он прислал, это, одна вот, как лист, печатный, печатана все, одна страница, плотно-плотно напечатана. Одна страница на большом этом листе. И заложен в папку, папка такая, ну, как она, как она, как она, не бархатная. Красная, красная здесь, как почетная и грамота, как почетная и грамота, как золоченная, а я, когда зашли в алтарь, он прочитал это все, пожелания там все, много приводит из священных писаний, я в философе говорю, а это папка доставляешь, тоже, а вот так, о чем и мелочиться-то будем. Слова хорошие, пожелания там, пожелания там, пожелания там, пожелания там, пожелания там, высказали там все. Ну, вот так вот. Была и ярмарка была. А что там было? Там какие-то бутылки стояли, что ли? Продавал он березовка, квас на березовке сделаны. Вот, там вот что-то какие-то... На березовке? Рубашки или платочки, что-то там они сшили, там... Это кто? Алексей. Вот, у меня копченое... Катя. Вот, посмотри на это. Заказы принимает. Катя. Копченое сало. Красиво. Там развешивал, поскольку... Ну, покупали кое-кто, там купили, что-то... Ну, вот так, что-то... Интересно. Ну, вот так вот. Вот, церк небольшой был, ну, небольшой, там некому-то было, но они так приготовили, там, не знаю. Сценка одна была и песен, например, три-четыре, наверное, спели они. Хорошая, небольшой концерт был, но был. Виктор прислал... Виктор прислал, там, частушки составил. Ну, как-то плохо записано, надо ближе. А, и она ходила, камера туда сходила. И она в камера туда сходила, там еще эта девчушка заплакала, там, вот, он сидит где-то там возле поля, сидит где-то, поле какое-то. Жанна, видать, снимала, и что-то она как-то, ну, непрофессионально снимала, так вот. Он играет на гитаре и частушки там поет, частушки. Про деревню? Обратно-то не собирает? Он всегда у них. Давай без лишних вопросов, Лена. У тебя не мозг, а дом-палата какая-то. Ты вообще... Ты узнаешь все и напиши им. Счет на... Я даже, если бы было разговаривали, я бы даже этот вопрос не стал задать. Ты что, собираешься или не собираешься сюда? Зачем? Зачем? У него умер, за этого, за два дня умер тесть. Тесть умер. Пятьдесят девять лет. Пятьдесят девять лет. Но он был всегда больной, раком был там или еще больной. Он курил и любил сильно пиво. В колоде. Всегда пиво. Работал и любил пиво. Вот. Вот это бы так, я слышал, что он даже хотел, когда дом свой и кредит взять, то ему кредит не дали. Потому что он больной. Это известно, да? Вот. И они поэтому снимают квартира съемная. Они снимают квартиру, живут на квартире, квартиран. Сейчас, конечно, им будет труднее будет уже. Он работал? Виктору надо где-то утро устраиваться на работу. Он не задержал. Какую-то там. Или так, я слышал, что он говорит, там в какой-то фермере дали по фермеру. Ну это ладно, хорошо что. Французский фермер. Ну да. А что, он труднее. Ну вот, вот так вот. Гости Тюменской у меня еще в понедельник целый день гостили. Там все выходили, там ему все достопримечательности наши показывали. События, значит, против лагеря. Лагерь. Приезжали с прокуратуры и так она все выспрашивала. А дети у вас лагеря... Лагеря закрытый? Нет. Ну а дети бывают? Да бывает. Ко мне приезжают в гости дети. Это что, запрещают? Да нет, нет. Это ничего. Ну каждому приезжают дети. Гости на лето там. Лагеря нет. Все, лагерь. А что, на это его убирать не будете? Да мы пока нет. То есть у них шел разговор, по-видимому, зачистить это место. Буду всех зачистить. Ну когда начальник там здесь донесли, он быстренько давай, там документы составили, собрание, документы. То есть это место, лагерь как музей будет. Музей? Правильно. Для бедных лагерей. Да. Как можно бедно и организовать это все. Вот там музей будет сейчас. Сейчас они там огораживают все, приводят в этот. И он сразу эти постановления отвез в Корченский сельский совет, в Барнаул, в Мамонтово, в администрацию, в прокуратуру. Ну зашление в администрацию, а Игорь Барабаш, а Игорь снимает, все снимай, Игорь снимай, там возмущаюсь, нас снимать нельзя. Охранник вызвал, охранник, охранник, не, я гнаю сразу, статья там 100, 200, какая-то, 90, пункт такой-то, до трех лет. Там, давай, другая статья там 50, какая-то, ну, примерно, я говорю, такая-то, пункт такой-то, вот, охранник, говорит, отступился. Вы здесь постановлено, вы даже не знаете, какую статью надо, вот такая статья, это за это, это давай, значит, там это, ну, и... Разрешили. Ну, мы не запретили, разрешили, никто не разрешил. Ну, не отняли, значит, камеру, их не выгнали, проводили нас по-хорошему, выговорили. А в прокуратуру зашли, там ничего, она разговаривает, даже, говорит, ни слова не сказала в прокуратуре. Да, грамотно. Там, говорит, они, наверное, знают закон о них. Маленько, да. Ну, это на понтов берут, просто, и все. Ну, вот так вот. Понизнание. Да. Ну, вот так вот, такие вот дела, значит. Теперь у нас что? Ну, она не проблема, ну, неприятность случилась, значит. Стал, Иосиф Устинов подал заявление на оформление участка. Мы этого не знаем, а там, оказывается, а у вас, говорит, нет земли больше в Потеряевке. То есть они в 15-м году составляли кто-то карты, какая-то там это, и составили карту точно по крайним домам, и все. Остальная земля, сельхоз назначение. Ну, как так? У нас есть карта, где нам 171 гектар по территории деревни. Так у нас не просто дело, у нас восстановление деревни, мы восстанавливаем деревню. Ну, вот сейчас мы готовим заявление, там документы есть. В тех же границах какая была деревня? Конечно. Вот для того, что незаконная постройка, то... Снести. Снести. Да, да, да. А он уже построил, да. Конечно. Мы-то не знали, да. Оказывается, в 15-м году была какая-то сессия там где-то, ее одобрили, там и Корченские депутаты одобрили, и Мамонтовские все-то одобрили. А вас даже не позвали. Мы знаем, мы живем, живем, строимся, мы не ждать этого ничего не знаем. А когда сейчас готовились, архитект тогда, мама-то говорит, да вы, вот, вот, в карту, Лена зашла, правда, карта нарисована. Да, это они быстро делают. Тот крайний дом, где храм, и крайняя Люба, Люба, Андрей там где-то, все за это все. А дальше там это сельхозназначение. Мы приехали, там еще не было. Не было, даже никто там не сеял ничего. Ну, это, думаю, все это разрешится. Если зарегистрировали поселок, да мы до Думы дошли, то задавали мы, составили у нас там, братья, вопрос к президенту. Слышали, президент в четверг отвечал на вопросы. Посылали? Да. Но, видать, наш вопрос не дошел. Может быть, поздно составили или не так, злободневно. Ответят. Ну, да. Вот, заставили. Что? Владимир Владимирович, ну, как-то обратить на сельской деревне дороги-то нет. Вот сейчас что, мы не можем не выехать, ничего, насчет дороги. 16 километров, нельзя ли как там дорогу-то сделать-то? Ну, ну, можно, так это надо было. Не нам до борзовки заодно было. Это он сюда надо было. В единую Россию. Ну, а что там, в единую Россию? Ну, вот и задали вопрос. Ну, вот, я смотрел, он 4 часа 40 минут. Отвечал на вопросы. Ну, отвечал как-то так. Мне что-то вначале даже не понравилось. Мы задали вопрос, что на бензин цены такие сразу на несколько рублей повысило. То на копейки. А-то на сколько, давай, что-то там говорил, говорил, ты не поймешь. Там то, да, другое, там это, какие-то акцизы, что-то там это, все. Ну, все, это, значит, правительство занялось. Но правительство остановило, говорит, цены. Ну, останутся теперь эти цены-то останутся. Да. Теперь уже все? Да. Где-то в Анадыре 55 рублей бензин стоит. Ужас. Больше 2 рублей. Он обещал ведь, что оно будет берут. Он не допустит, что повышали цены. Да, это потому что пошел сезон добычи золота. Другие такие, и для чего вот это, думаешь, что кто-то там уже потом, ну, другие там есть передачки, когда кто-то что говорит. Ну, представим, говорит, давайте представим, что в Америке где-то там это и обращается к президенту. Не к губернатору, а к президенту, там что там, дорога плохая в городе. Ну, кто, говорит, там начнет это? Все, президент умеет быть дорогами. А у нас дороги плохие в городе обращаются к президенту. Матери там пособия не выплатили за сколько-то времени. пособия, обращаются к президенту. А где были местные-то? Ну, это Россия, Мартушка. Ну, да, но... Помните, это Павел Первый, за что убили его? У него ящик был, куда скидывали тоже обращение, прямо к императору. Я читал, как-то был статья в какой-то газете, не скажу, про Китай, писали, про Китай, как писали. Вот там разные, допустим, там тогда у них один человек, допустим, один сын в семье, он получает образование. Они вкладывают все, чтобы он получил образование, чтобы была у него хорошая специальность, потому что на его зарплату все будут жить, у них пенсии-то не выплачивается, а родители содержат, дети должны содержать. Понимаете? И там так, что если ты думаешь открыть какое-то дело, что-то там там, портное, примерно там, или что-то, и пришла зарегистрировать, а тебе чиновники отказали. Нет, и все, там, что-то, затягивай там, ты пожаловалась. И когда, говорит, дойдет, эта жалоба твоя будет рассмотрена, то чиновник ни одного дня, говорит, на своем месте не будет. Сразу. Ну, это не расстреляет, но уже все, его долой. Чтобы, видишь, хочешь ты, а у нас только, ах, ты что-то там занимаешься, уже идет разговор, что брать. С дом. Налог будет, но он не прошел что-то в доме там, что если только две коровы, а если три коровы, то уже брать налог. С третьей коровы брать налог. Уже все. Дальше будет. Дальше будет. Дальше будет. Дальше на продажу. Да, на продажу. Уже надо, значит, брать налоги. То есть, советская власть. Ну, так вот было. К советскому. Ну, такое, все, значит, хорошо прошло у нас, я еще к тому возвращаюсь, значит, все нормально, слава Богу. Вот. Следующий приезд будет через воскресенье. Что-то я немного где-то просил, продуло, видать, а очень работающий, потный, разделся, вышел, пошел, видать, собаку, в это время вышел, а там ветер такой аж насквозь пронизывает. Пока добежал до дома, наверное, может быть, охватило это мы и все. Но жарко, вот, ты только разденешься, а на ветерок и вот. И вот так вот прямо все-то ломилось. Насмор такой, бегут и бегут без конца и больно говорит. Я сейчас едем Настю посетить. Друг от Настя. Вот. Еще раз, ладно. Так, кто? Где у нас? Доча и Алексей. Так, я, братец, скажу сразу, чтобы пока не ушли мы. О болящих еще, значит, брат Сергия в Воронеже, помните, да? Да. Вот. Ну и... Арабия Анастасия, она уходит, уходит, и все быстрее и быстрее. Так что, молитесь, чтобы Господь дал ей силы до конца претерпеть это огненное испытание. Чтобы не было ни ропота, ни уныния, ни отчаяния. А моей дочери, помолитесь, глубокой депрессии, никак не может выйти из нее. Ну, понятно, что она молится, вот, вчера была на исповеде, сегодня вот они пошли вместе с дятем были на исповеде. А что, детей нету? Или что? Или что? Потерял. Можно я скажу, что? Ну, это понятно. У нас путешествующий Андрей в Казахстан уехал, молитесь. Так, теперь Третьякова всей семьей в Руцовке тоже помолиться, они путешествующие. Любовь Петровна так у нас и в путешествии осталась. Нина сегодня уезжает тоже за путешествующей, отец Айким уезжает. И дмухи собрались уезжать, тоже за них помолиться, они путешествующие будут. Я поклон вам хотела передать, звонила Раиса Малютина из Франции. Спасибо. Долго разговаривали, поклон всем низкий передает. Все, ну, как бы ничего. Машину научилась водить, водит сама машина. Не будет возвращаться? Она должна приехать. Вот на какое-то время просто, ну, должна она приехать. Она там придет? Ну, я думаю, что придет. Ну, еще поклон вам всем от Дьяновой Зои звонила. Как она? Тоже низкий поклон. Болеет она. Болеет она сильно. Всем, еще раз, обращаюсь ко всем. Рабе Игнатии, знаете, каком Рабе Игнатии, молитесь крепко, потому что сильно болен он. Болеет он мне прислал вчера фотографии. Ну, там, лицо и кожа, в общем, очень сильно болеет. Так что помолите, чтобы, поскольку его воздвига тогда болезни. Сегодня у него день рождения. Давайте позвоним сейчас все вместе. Утром не брал трубку в шесть. Отключал, наверное. А еще можно я скажу? Раиса Николаевна и Мария Яковлевна. Мы за нее молимся. Нет, она конкретно позвонила и сказала, чтобы я передал. По лагерю. По лагерю. По лагерю. Нет у них вообще овощей никаких. Это и кокос, и морковку, и лук. В общем, надо это все послать им. И дрожжи еще просили они. Закупить в магазине. Надо все купить. Да. Вот кто поедет. Я так хотела выяснить, кто-то едет. В окторник с молочниками отправить, да? В окторник. А кто там, дети есть? Деньги нужно. У Тани лагер давал, да. У Тани лагер давал, да. У Тани. У Тани. У Тани. У Тани денег нужно. Я вам позвоню. Хорошо. Начальники помолитесь. Он хотел живым во святые попасть. Да. Как это так? Ну как? Там комары и мошка. Ну они там работают что-то. Особенно там приехала женщина одна. Лена Костин с девочкой. Девочкой 12 лет. Полина. Полина. Ну и женщина. Марина. Марина ее зовут. Марина. Марина ее зовут. Христенко. Вот они там. Ну и работает. Комаров там у них нет было. Надо гонять все. А он решил. Вот давайте я докажу что можно не отмахиваться. Я отмахивался. А сейчас у него в язвах лицо все такими коров так покрылось. Лоб. Руки были голые. Это все. Зря такие. Да. И он рассказывает там. 101. Сысой. Умерся. Тише. Вот. И он женатый был. И решил. Ушел на болото. Родился на болото там. И какое-то время он на болоте там был. Чтобы его кусали там все. И когда он пришел говорит домой. То жена его узнала только по голосу. То есть опухший. Там лица не видать ничего. А заговорил в голову знакомого. Жена узнала что это ее муж. Я ему говорю. Ну ты перестань. Мы же тебя не узнать. Я не буду узнавать кто ты такой. Аполлинария была. Я его мазать нашел. У меня было спасатели. Ну вот я его намазал. Дал ему один тюбик. У меня был. Дал ему один тюбик. Потому что мазать. А то мы его узнавать не будем. Мы его будем. Нам его святые хотелось. И возличное масло помогает. Какое? Возличное. Это откукилить надо. Да не очень. Это откукилить. А зашевелять уже вот эти вот эти. До или после. До. А если написали финистилгей. украина братья я хочу сказать показы график я не пишу потому что получается один может другой не может поэтому будут обзванивать так что вы готовы я обращаю к Насте ааа она в больнице давайте растолкование это почитаем это не надо на стену так давайте продолжим продолжим чтение где у нас там серьезно сезон как окну вставать на рынке как мы ушли все решили закончить собрание не надо или что я не понял что за этаж такое вы садитесь дети идите сюда обратно они к Насте поехали вы что все спалашились так да я могу сесть ага толкование тут заложено уже да там листочек а листочек там мотфея начинает нет 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 ни это не это не понятно понятно так я там у 5 глава 4 5 Это тоже не то, а вот заложено, это тоже непонятно, оно вот, нет, 4 по 15, 15, вот, вот, с 14 начинали. Закройте ворота, сейчас, сейчас, закройте. Эта шторочка так, маленько, чуть наполовину. 18-е, 20-е. Итак, Матфея 4-я глава. А его так не видно будет. Давай свет включим. Да включайте свет, вот, надо закройте. Закройте эти шторочки. Матфея 4-я глава, с 18-го по 23-й стихи. 15-го. С 18-го. Нет. Проходя же Брисмоля Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Толкование блаженого Феофилакта. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна. И еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна. Вот агнец Божий. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбарской жизни. Там Иисус, идя около моря, уловил их. Матфея 4-й глава 20-й стихи. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Толкование. Они прежде при жизни Иоанна слушали Христа. Но оставили его. А теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. Матфея 4-й глава 21-й стихи. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои. И призвал их. И они тотчас, оставив лодку, и отца своего, последовали за ним. Толкование. Толкование. Питать отца, и притом честными трудами, великая добродетель. Они были бедны. И посему, не имея возможности купить новых, чинили старые сети. Сам Зеведей, кажется, не уверовал. И потому они оставили его. Видишь, когда нужно оставлять отца? Тогда, когда он препятствует добродетели и благочестии. Увидев, что первые последовали за Христом, и они, сыны Зеведеевы, подражая им, тотчас пошли за ним же. За Христом. 4 глава, 23 стих. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие, Царствие, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Толкование. Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы видели, что он не враг закона. Начинает с знамений для того, чтобы поверили его учению. Недуг есть долговременная болезнь. Ну, то есть, исцелял недуги и болезни. То есть, недуг долговременная, а язва непродолжительное расстройство в теле. Вот как у Игнатипныча, у него сейчас язва получается. Откуда это? Ну, из-за того, что он решил показать, что мошки и комары, они не оказывают на нас никакого влияния. Не надо же мазаться, ничего не надо. И человек выдержит, все будет хорошо. Ну, вот Игнатипныч, слава, помоги Господи ему. Проверил, испытал. Ну, и я думаю, что... Сделал вывод. Сделал вывод. Сделал вывод. Вывод такой, он никогда не откажется от того, что говорил, все. Поэтому вы делайте сами выводы. Да. А если кто хочет как с мошкой и с комарами воевать, обращайтесь ко мне. У меня маленький опыт 30-летней тайги, поэтому я вам все расскажу. И как с мазями, и без мази, и всякое разное, чтобы вас не сожрали эти гады. Потому что они сожрут в полный рост, если вы не будете защищаться. Просто так вот ходить, я такой святой, помолюсь сейчас, и от меня все отбегут. Никто не отбежит, ребята. Приготовьтесь, будет по полной программе. Самое главное, у вас должны быть спички. Если у вас есть спички, вы уже практически победили их. Да, и теперь нужен топор. Топор, и валяете пихты, елки, лучше пихту. Пихты валяете, желательно не очень толстые. Вы будете, конечно, подвергнуты всякому посрамлению. Потому что это экологию вы нарушаете. Рубя эти бедные девица. Сухие можно? Нет, сухие вам не помогут. Только такие. И трава должна быть у вас. Много сырой травы. Сырой, да. И раскладываете два костра. Смотрите по ветру, куда дует ветер. Если мало два, значит третий костер. И вот тогда вы все этот гнус весь отгоните. Если у вас этого ничего нету, то тогда готовьте мази уже. Без мази ничего вам не получится. Мази сейчас очень хорошие. Желательно эти репелленты, которые сразу против клеща, комара и так далее. И от мошек, да. Очень хороший репеллент. Взбрызгиваете не тело, а берете хлопчатобумажный платок. Ну хлопчатобумажный, как у вас в поводнике. Хлопчатобумажный? Да. Вот побольше. Вот такой вот. И его накладываете как косынку себе. Вот чтобы он был до бровей. Ну чтобы видно было. И чтобы опускался он ниже вот сюда вот. Эту косынку. И одеваете шапочку. Или повязываете вот так вот. Тут как косынку тут. Как пираты видели. Все. И вот этот платок весь сбрызгиваете сначала его. Брызгиваете. Все. И он вот тут развивается у вас. Можно бороду вот намазать. Я еще бороду мазал. Бороду у псы вот так помажем. Я же не ем потом. Все. А вот лицо сильно мазать не надо этим. Этой гадостью. Хотя если у вас ничего нету, где-то вы быстро идете, можно так вот побрызгать, намазаться вот так. Вот так он поможет тоже. Да. Все. И вот открытые части рук одеваете тонкие перчатки. Перчатку тоже прям намазываете вот так. Вот. Все. Вы в перчатках и в рубахе. Вот в такой вот рубахе, которая может у вас вот так развиваться. Вот такая. Видите? Вот эту рубаху я шил Татьяна Александровна мне по моему заказу. Это вот. И рубаха у меня как раз для тайги такая сделана. У меня такие рубахи в тайге. Просторные, чтобы не прикасалось к телу. Если прикасается, то при одном движении оно вот так вот и они все от вас отстают. То есть они не любят этого. Все. И можно вот одежду тоже перед тем как одевать. Одежду спрыскиваете репеллентами. Ну и хватает часа на четыре. Ну поработали там что как обычно до обеда. В обед пришли, опять переменили. Ну опять же. Это я говорю к Тагу, если вы где-то ходите. Допустим я там иду свои маршруты по тайге. Мне надо постоянно идти. Вот иду, 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 иду. Да там тогда конечно не до этого уже. А если вы на одном месте находитесь, то тогда костер. Все, костер. Все, вот этот плат. Сбрызнули, чтобы вам в лицо не лезли. Потому что надо работать, а не заниматься непонятно какой информацией. Махат там или что там. Нужно работать. И надо сосредоточиться. Мне это ими считать надо. И так далее. Смотреть там. Записывать. Документировать все. Какие-то исследования проводить. Не до этого. А там если они начнут тебя в полный рост долбить уже. И если я буду каждый день вот этот как Игнать Тихонович. У меня не хватит кремов никаких. А лечить его еще надо. Ну а сейчас лечиться очень сложно. Очень сложно. Я это все, я это видел. Вот Игнать Тихонович, он хоть последовал. Я могу сказать, что и был такой последователь у меня тоже в тайге. Приехал парень. Занимался он здесь отделкой. Высокий такой, здоровый парень. И он приехал без шапки. Я говорю, ты почему без шапки в тайгу-то сюда тебя забросили? А мне зачем шапка? Я не комари на укус укушенный. Да ты что? Что? Не мазаться не будешь? Ничего тебе не шапкой надевать? Нет? А что мне? Зачем? У меня эти мошки-комары, они мне ничего не значат. Я говорю, ну смотри, работать же надо. Но я буду работать. Но копали шурфы от золота. И он туда-то, когда опускается в шурф, там же холодно. Там глубина почти 4-5 метров. И пока там внизу. И тем более, что я вокруг кострами все обложу. Все груз этот разгоню. И нормально ему все было. И я смотрю так, ну вроде работает. День-два. А потом он решил сам пройтись там где-то. Походить по тайге. Прошелся сам. Пришел оттуда. И у него начался этот зуд. Но его накусали в голову. У него голова распухала. Стала голова в два раза больше. Вот такая вот. Прям натянулась все. Тут кожа. Вот это лицо. И он решил сам лечиться. А мы, когда копаем, то первую достаем. Почно-растительный слой идет. Ну вот этот перегной, в котором все вкусненькое растет. А потом глины сугленькие начинаются. Такие. Ну натурально вязкие вот такие все. И он копали, а там у нас разные цвета попадаются. Потому что там тектоника была такая. Вулканическая деятельность в горах. И там глины разного цвета. И он увидел зеленые глины. Но не вот такие есть. Есть голубые глины у нас по берегу. И ходят и находят. Их можно прямо есть. Они полезные. Эти глины. Да, там микроэлементы есть нужные. А он вспомнил, что кто-то ему сказал, что зеленые глины очень целебные. И он взял эту зеленую глину. А она зеленая. Вот прям очень сильно зеленая. Знаете. Вот как стакан, наверное. Вот как зеленая, да. Вот прям. Я говорю, ты что, это не так глина. Ну и пока я отвернулся, он взял себе всю бушку, намазал. Ему очень горит она все. Я ему даю этот хранитель, спасатель. У меня мази эти. Он не надо мне, я без них. Ну такой тоже парень закаленный, молодец. Долго терпел. Прям так опухший. И он намазал это все. И главное, меня как раз не было. И я возвращаюсь, а он решил, ну как бы приколоться надо мной. И за дерево выскакивает. И такой, я фантомат. А я смотрю, мне и смешно, и грешно. У него вот эти глаза. А у него вот так все воспалено здесь. Он меня ждал где-то с полчаса с этой маской. У него там уже горит, а он хочет над геологом постебаться. У него глаза кровью налились уже. Вот так. Вот тут вокруг, багровые вот так. Я на него смотрю. Я говорю, быстрее в ручей кидай. А у нас там и такие специальные ручейки маленькие-маленькие. И мы бассейны делаем, чтобы можно было ведром черпать. Вот так. Ну поглубже. Я говорю, иди быстрее в бассейн-то. Бросься туда. Башкой-то смывай быстрее. У тебя глаза, говорю, сейчас уже кровь потечет из них. Ты что делаешь там над собой? И тут у него, да он, да ничего вроде. И у него тут как-то там начало болеть. Такое прям ломить ему в башку уже, видать. Все, уже до мозга дошло. И он кинулся уже в эту. И там в этой луже сидел до самого вечера. Уже не работать, ничего. Я говорю, ну что, все ты. Прошел в школу. То есть ему нужно было сначала воспитание провести. Этому парню. Которому уже 36 лет. Экстрим. Экстремал. Ну а другим в два раза больше уже лет. Или даже больше. Ну просто не видели они этого экстрима. Я это все прочувствовал. Ну кто меня будет слушать, правильно? Ну вот вы послушали. Да. Игнат Тихоновича не видели еще вы? Я видел эти лица. Не просто вот здесь еще. Игнат Тихоновича и борода тут. А вот тут все шишками. Вот огромными шишками. Вот такими вот. Вот такими. Почему? Потому что это мошка. И есть мошка, а есть еще мокрец. Мы его называем мокрец. И вот тут не называют. Иногда называют. Это вот которая мошка. Она мелкая-мелкая. Ее много-много. Вот она где-то ползает. Ты даже не заметишь. А мокрец. Вот сейчас сильно мокреца много. Он такой большенький. Как маленькая мушка. И жопка такая у него прозрачная. И у него очень сильный яд. Вот у мокреца. Никогда не позволяйте на открытые участки тела, чтобы он просто сидел. Вы так подумайте. Ну тут посидят они. Мушки. Ничего подобного. Это не комар даже. У нас, у сибиряков, комарам, у многих людей, есть какое-то противодействие. То есть комар укусит. У тебя просто покраснение такое небольшое. Ну и как бы почешется немножко. Ты даже чесанешь вот так. Ничего не надо делать. А в этот мокрец практически через одного я знаю. Вот такие волдыри. Вот у меня Марину на огород вышла она. Укусил два сюда и один сюда. У ней руки стали вот вровень вот с этим. Вот такие толстые. Опухли моментальные руки. И сейчас язвы здесь уже. Всего три укуса. Почему? Короткие были перчатки, а тут короткая это. Она завернула манжет. А я что-то ей не знал. Ну, а потом развернула уже, да поздно. Так что не надо заниматься самобичеванием таким. Да, это будет. Коросты долго будут проходить. Его пришлось отправить в это. Я отправил его. Так что парень не доработал. А куда он? Как он будет? Он у меня все крема вымазал. А к нам еще приезжали там через неделю. И вот и болтался там. Вот так вот. Так что. И мне вот еще интересно. Батюшка читал и пятую главу тоже. Блаженную. Два чтения. Конечно. И оно прямо за другим получилось так, да? Да. Продолжение. Ну, тогда давайте продолжим еще. Дальше. Пятая глава. Первый стих. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать под тщеславие и напоказ. Видя великое множество собравшегося к нему народа, он сел и начал учить его не в городе, не на площади, чтобы видели его многие и хвалили, но на горе и в пустыне, где не было никого, кроме души. Субтитры создавал DimaTorzok